МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подполковника Героя Советского Союза Василия Зайцева прибыл заместитель Верховного Главнокомандующего генерал армии Жуков. Собрали офицеров полка, и Жуков набросился на командира с упреками, что это по вине летчиков враг дошел до Волги, что они плохо воюют. Истребительный полк Зайцева отступал вместе с наземными войсками от самой границы и, конечно, не по своей вине. Накричавшись, Жуков спросил Зайцева, а ты сколько уже расстрелял в своем полку паникеров, трусов и негодяев? Подполковник спокойно ответил, нисколько. Я своих расстреливать не умею. Ах, не умеешь, закричал Жуков, сейчас мы тебе покажем. И приказал своему взводу охраны отобрать четверых офицеров и тут же расстрелять, что и было исполнено. Погибли ни за что, ни про что. В учебных, так сказать, целях еще четыре офицера. Тем, кто считает подобный эпизод невероятным, я советовал бы обратиться к воспоминаниям дважды героя Советского Союза, генерал-лейтенанта авиации Виталия Николаевича Попкова. Он мог вполне бы быть одним из тех четверых расстрелянных офицеров, но повезло будущему дважды герою. Мне хотелось бы объяснить нашим зрителям, что этот эпизод с маршалом Жуковым вовсе не исключение, а правило для Красной Армии. Мы вообще не заняты дискредитацией лично Георгия Константиновича Жукова. Мы объективно отмечаем и его успехи в войне, и неудачи. Но такой была большевистская армия, в которой солдат был гораздо бесправнее, чем солдат германский, британский или американский. Жуков чувствовал себя в войсках маленьким Сталином, и Сталин Большой позволял ему это. Но пришла пора, и в поверженной Германии летом 45-го года по жалобе Вышинского Жукову дали два дня на сборы, чтобы он собрал вещички и вернулся на родину. Большому Сталину маленькие уже стали не нужны. А сколько и каких вещичек собрал в Германии маршал Жуков, об этом мы расскажем, когда вместе с русским солдатом дойдем до лета 45-го года. Субтитры создавал DimaTorzok Август начинался массированным ночным налетом британской авиации на германский промышленный центр Дюссельдорф. Ранним утром потенциальные жители города увидели разрушенные жилые кварталы. Заводы и фабрики почти не пострадали. Немецкие военизированные строительные батальоны начали возведение укрепления легендарного Атлантического вала от Биорица во Франции до Киркенеса в Норвегии. Атлантический вал стал для Германии скорее средством пропаганды, чем обороны от будущего вторжения союзников. На южном фланге Восточного фронта в начале августа вермахт форсировал реку Кубань. Затем танкисты 1-й танковой армии Клейста захватили Майкоп и Краснодар. Впервые нефтяные источники такого масштаба оказались в руках Германии, хотя район нефтедобычи был основательно разрушен и поддожжен отступающими советскими войсками. В группу армий Северис Крыма начали прибывать дивизии 11-й немецкой армии и ее осадная артиллерия больших калибров, разрушившая Севастополь и его укрепление. Крымские дивизии заняли позиции вдоль Невы от Ладожского озера к Ленинграду. Фельдмаршал Манштейн, которому Гитлер поручил организацию штурма города, с удивлением узнал, что финские войска не собираются принимать участие в штурме Ленинграда, потому что принципиальным положением для Финляндии является то, что их страна не должна угрожать существованию этого города. К тому же под Ленинград прибыли только пять дивизий, и Манштейн понял, что сил для штурма города-крепости у него явно недостаточно. 23 августа в ставке Гитлера в Вервольф под Винницей состоялось совещание, на котором обсуждалась операция «Нордлихт» – «Северное сияние». Это была попытка неожиданным ударом захватить Ленинград, чтобы высвободить войска для будущих действий на московском направлении. В группе армий «Север» уже находились четыре дивизии из Крыма, 11-й немецкой армии, как и управление армией ее командующий фельдмаршал Манштейн. Это была очередная авантюра Гитлера. И Манштейн, и Гальдер считали, что 11-ю армию необходимо использовать на юге, где недостаток войск восполнялся союзниками Германии, хотя боеспособность итальянских, румынских и венгерских войск была гораздо ниже немецких. Но генералам не удалось переубедить Гитлера, и после вспышки гнева у фюрера Манштейн отбыл группу армий «Север». Таким образом, 11-я немецкая армия не высадилась на Таманском полуострове, она была разрознена, и только четыре ее дивизии прибыли для действий под Ленинградом. Фронтовые разведки Ленинградского и Волховского фронтов сумели вовремя получить сведения о прибытии частей 11-й немецкой армии. И чтобы упредить вражеский штурм, два советских фронта начали наступление в районе Синявина. Несмотря на большие потери, Волховский фронт в конце августа начал неуклонно сокращать разрыв с окруженным городом, и Манштейну пришлось бросить в бой крымскую 170-ю дивизию. В сражения южнее Ладожского озера перемалывались немецкие войска, предназначенные для сентябрьского штурма Ленинграда. Фельдмаршал Эрих фон Манштейн родился в 1887 году. Тяжело ранен в сражении на Западном фронте Первой мировой войны, которую закончил в должности начальника штаба пехотной дивизии. По мнению британского военного историка Лиди Элгарта, Манштейн умел сочетать современные взгляды на маневренный характер боевых действий с классическими основами военного искусства. Манштейну принадлежит первоначальная идея разгрома Франции через горный лесной район Ордет. Войну против Советского Союза начал командиром 56-го танкового корпуса, совершившего проникающий глубокий рейд от границы до озера Ильмень. Получив под свое командование 11-ю армию, Манштейн в упорной борьбе после длительной осады захватил Севастополь, блестяще разгромив между двумя штурмами Черноморской твердыни Крымский фронт в составе трех советских армий. Под Ленинградом в конце августа 1942 года фельдмаршал Манштейн вынужден вести оборонительные бои. В последний день июля премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль получил из Москвы от Сталина приглашение посетить Советский Союз и в своем ответе 1 августа принял это приглашение. Поздним вечером 4 августа Черчилль прилетел в Каир, где он уже давно задумал произвести смену командования. Главнокомандующим на Ближнем Востоке стал генерал Гарольд Александер, а 8-й британской армией вместо Клода Окинлека назначен командовать генерал Бернард Монтгомери. 12 августа Черчилль вылетел из Тегерана в Москву. Как заметил сам британский премьер, после отмены конвоя в Северном морском путем и отказа открыть Второй фронт, его визит в Москву равносилен приезду на Северный полюс с большим куском льда в руках. Начались знаменитые московские августовские переговоры 42-го года. Главным вопросом, который рассматривался и всесторонне обсуждался на этих переговорах, был вопрос об открытии Второго фронта в Европе в 42-м году. Советский лидер, Верховный главнокомандующий Сталин, исходил из того, что союзники должны высадиться, десантироваться на северном побережье Франции, в районе Ла-Манша, и в этом состояла главная надежда, главное намерение в этом отношении Советского Союза. Черчилль стоял на иной точке зрения. Он приводил свои аргументы, и эти аргументы должны были, по мысли Уисона Черчилля, убедить советского лидера в том, что гораздо более перспективной будет операция, связанная с высадкой союзников в Северной Африке, для того, чтобы взять под контроль Средиземноморский театр военных действий. Стороны не пришли к согласию. Советская сторона Сталин принял, вынужден был принять доводы Черчилля и согласиться с этими доводами. Можно подумать, будто московские переговоры закончились отнюдь не на мажорной ноте, но думаю, что в сущностном отношении это было не совсем так. Результат этой встречи, тем не менее, был весьма и весьма обнадеживающим. Прощальный банкет прошел в самой, что ни на есть, сердечной и теплой обстановке. Я прибыл в Кремль, вспоминал Черчилль, и впервые встретился с великим революционным вождем и мудрым русским государственным деятелем и воином, с которым в течение следующих трех лет мне предстояло поддерживать близкие, суровые, но всегда волнующие, а иногда даже сердечные отношения. Не знаю, насколько сердечными были отношения Сталина и Черчилля при их первой встрече, но через два дня прилетев из Москвы в Каир 19 августа 1942 года, британский премьер в меморандуме напоминал своим генералам, все обычно считают удобным облегчить свое положение за счет России. Конечно, и сердечность Сталина и Черчилля, как и все-все-все в тяжелейшем 42-м году, оплачивалась кровью русского народа. Американское командование предприняло в августе десантные операции на острова Тулаги и Гуадал-Канал и на Соломоновы острова. Тулаги был захвачен сравнительно легко при подавляющем превосходстве американской авиации, корабельной артиллерии и морских пехотинцев. 7 августа при высадке 1-й американской дивизии морской пехоты на остров Гуадал-Канал начались упорные бои. Американские генералы не знали, что на Гуадал-Канале японский флот успел оборудовать аэродром и значительно усилил гарнизон. Кровопролитная борьба за Гуадал-Канал началась. Продолжится она вплоть до февраля 1943 года. Два крупных морских боя произошли в августе в районе Соломоновых островов. 7 августа Тихоокеанский флот США потерял 5 крейсеров. Немалая цена, но позиции десанта на Гуадал-Канале удалось удержать. Во время второго морского сражения 24 августа большой американский авианосец «Энтерпрайз» был тяжело поврежден, два других понесли небольшой урон, а японский легкий авианосец «Рюльдзе» был потоплен. Успешно завершить это сражение не удалось ни одному из противников, но инициатива в боях за Гуадал-Канал постепенно переходила к американцам. Подготовленная генералом Монгомери операция по разведке боем побережья Северной Франции осуществилась 19 августа. Монгомери в это время уже был в Египте в должности командующего 8-й армией, и полный крах высадки канадской дивизии пришлось испытать другим. Около 6 тысяч канадских солдат и офицеров при поддержке нескольких эсминцев и эскадрильи авиации не смогли захватить ни одного из немецких опорных пунктов, потеряв около 4 тысяч убитыми и пленными. Черчилль полагал, что неудачная высадка в Дьеппи принесла ценный опыт для будущего, но многие военные историки затрудняются сказать, какой именно опыт можно из этого извлечь, кроме опыта импровизации. До сих пор высказывается мнение, будто бы Сталин не умел читать карту и разрабатывал стратегические операции, исключительно пользуясь глобусом. Так вот, в этой связи уместно вспомнить вот о чем. Когда на одной из встреч в Кремле Черчилль рассказывал Сталину и другим участникам переговорного процесса о своей средиземноморской стратегии, то он, Черчилль, подвел своих собеседников к большому глобусу и на нем показывал основные векторы и приоритеты этой стратегии. Американский генерал Дуайт Эйзенхауэр назначен главнокомандующим объединенными англо-американскими войсками в операции Торч, будущей десантной высадки в Алжире и в Марокко. Верховным судьей Третьего рейха назначен Роланд Фрейслер, бывший большевик военнопленный Первой мировой войны, участник кровавого большевистского террора в Сибири. Генерал армии Георгий Жуков назначен заместителем верховного главнокомандующего и в этом качестве немедленно убыл в район Сталинграда. Во второй половине августа продолжались упорные бои в предгорьях Северного Кавказа. Вермахт захватил Моздок и Анапу. 25 августа немецкие горные егеря и баварские стрелки водрузили флаг со свастикой на вершине горы Эльбрус. Это вызвало приступ гнева у Гитлера. По его мнению, Вермахт продвигался вперед слишком медленно, чтобы отвлекаться на подобные пропагандистские мероприятия. В горных условиях германские дивизии выдыхались, а советское сопротивление крепло. В обороне Сталинграда появилось немало участников севастопольской эпопеи. После войны генерал-лейтенант Ласкин рассказал автору этого цикла, что Сталин приказал севастопольцев направлять под Сталинград, заметив, что они умеют воевать. Так на рубежах у Волги появились бывший начальник штаба Приморской армии, а ныне начальник штаба 62-й армии генерал Николай Крылов, бывший командир 172-й дивизии, а ныне начальник штаба 64-й армии генерал Иван Ласкин, бывший командир 25-й чабаевской дивизии, а ныне командующий 51-й армией генерал Трофим Коломеец и другие уцелевшие защитники Севастополя. Но вермахт в августе упорно продвигался к Сталинграду. Немцы уже не создавали котлов. Войска Красной армии умело уходили из-под наметившихся к линиям врага, но фронт неминуемо приближался к Волге. Создание Юго-Восточного фронта 9 августа 1942 года не внесло порядка в управление советскими войсками. Достаточно обратить внимание на то, что Гордов стал заместителем командующего Юго-Восточным фронтом Андрея Ивановича Еременко, но сам при этом остался в должности командующего Сталинградским фронтом. Так в Сталинграде возникли два управления фронтами, два начальника штаба, два начальника разведки. Вообще одних заместителей у Гордова Еременко в Сталинграде насчитывалось более полутора десятков. Сталин ругался и слал Гордову телеграммы следующего содержания. «Я поражен вашей близорукостью и растерянностью. Сил у вас много, а справиться с положением не хватает хребта. Жду сообщения о ликвидации тревожного положения на вашем фронте». Но порадовать Сталина Гордов ничем не мог. 10-11 августа советские войска уже заняли позиции на внешнем обводе сталинградских укреплений. Решающую роль в удержании Сталинграда должно было сыграть преимущество советской стороны в ресурсах. Мы упомянем о том, что только за период с 1 по 20 августа 1942 года Сталин отправил в Сталинград 15 стрелковых дивизий, 4 танковых корпуса. Одна 24-я армия летом 1942 года переформировалась 4 раза. Несмотря на то, что наступление Гота и Паулюса развивалось, все чаще стоило задумываться о мрачном пророчестве Гальдера, который как-то сказал, «Конечно, один немецкий солдат может убить 10 красноармейцев, но придет 11-й, и что он тогда будет делать?» Во второй половине августа на Сталинград непосредственно двигались войска усиленной 6-й армии под командованием генерал-полковника Фридриха Паулюса и 4-й танковой армии генерал-полковника Германа Гота. Оборону Сталинграда вели советские 62-я армия под командованием генерала Антона Лопатина и 64-я армия генерала Михаила Шумилова. В окрестностях Сталинграда южнее оборонялись 51-я армия генерал-майора Трофима Коломийца и 57-я армия генерала Федора Толбухина. В советских историях одна немецкая 6-я армия по численности и оснащенности значительно превосходила наши армии. Но в Советском Союзе привыкли подсчитывать танки и орудия уже после того, как они потеряны в боях. На самом деле в августе вермахт владел инициативой не за счет чисел, а по причине тактической гибкости, маневренной войны и умелого взаимодействия пехоты, танков и авиации. День 23 августа был самым страшным, судным днем первой части оборонительного сражения за Сталинград. Немецкая авиация массированными налетами превратила город в пылающий фантом. Дома рушились, камни плавились, черный дым горящей нефти окутал Сталинград. Люфтваффе в этот день совершили более 2000 самолетовылетов, потеряв около 85 машин. Сталинград горел, погибли десятки тысяч мирных жителей. На следующий день, 24 августа, как сообщает летопись Великой Отечественной войны, началась эвакуация за Волгу граждан города и государственных ценностей. Почему же не накануне этой страшной адской бомбардировки? Но разрушением Сталинграда день 23 августа не закончился. В этот день Гитлер фактически достиг одной из своих целей летней кампании 42-го года. Вермахт сумел прорваться к Волге. Немецкие солдаты зачерпнули касками Волгской воды, и важнейшая транспортная артерия Советского Союза оказалась блокированной севернее Сталинграда, хотя и на очень узкой полоске земли. В этот трагический и безнадежный день, когда Сталинград превращался в руины, когда погибали десятки тысяч людей, когда 14-й танковый корпус вермахта с севернее Сталинграда вышел к Волге и тем самым обозначил крайнюю восточную точку наступления немцев в России, в 6-й армии, наступавшей на Сталинград, происходила своя маленькая частная, но весьма символичная драма. Командующий 14-м танковым корпусом генерал фонд Виттерсгейм увидел поле недавнего боя, на котором лежали сталинградские рабочие, призванные на защиту своего города. Рабочие лежали, крепко сжимая старые русские трехлинейки или лопаты, но все как один лежали головой на запад. Рабочие погибали, но не думали о бегстве. Вид этих павших тел, решимость, с которой они уходили из жизни, так подействовал на германского генерала, на испытанного закаленного танкиста фонд Виттерсгейма, что он направил командующему 6-й армией Паулюсу донесение, в котором говорилось, что им лучше уйти из этого района, потому что при таком сопротивлении русских людей им никогда их не победить. Паулюс немедленно отстранил фонд Виттерсгейма от командования и передал его дело в суд. Конец августа стал началом уличных боев в Сталинграде. Разрушенный город надолго стал полигоном, на котором каждый день за каждый дом велись бои. В домах возникали слоеные пироги, когда на разных этажах находились штурмовые группы русских и немцев. Активно использовались подземные коммуникации. Танки перестали нести свои ударные функции. Любой из них мог быть уничтожен гранатой из оконного проема или подорван заложенной ночью миной. В этой войне за город решали уже не тактика и стратегия, а крепкие нервы, мужество, стойкость, сила духа и желание не отступить, не отдать еще несколько метров разрушенного города. Может быть, впервые дорога к фронту стала более опасна, чем сам фронт. Переправа через Волгу с левого берега направо в Сталинград представляла из себя непрерывно обстреливаемую минами, снарядами, бомбами, штурмовой авиацией, разрываемой на части водную трассу, где речная вода закипала и краснела от крови. Резервные части на переправе через Волгу подвергались таким ожесточенным ударам врага, что теряли порой до половины своего состава. Переправа, переправа, кому память, кому слава, кому темная вода, ни приметы, ни следа. Когда мы ведем речь об августе 42-го года, тяжелейшем для Советской России месяце войны, месяце катастроф на Волге и на Северном Кавказе, не знаю, уместно ли вести речь о чести, морали и достоинстве. И все же. Как вы думаете, офицер, которого бьют по лицу, и при этом лицо называют мордой, он еще офицер или уже нет? В русской императорской армии таких офицеров не было, но в Красной армии сколько угодно. Рукоприкладство, зуботычины, мордобитие процветало. Такие генералы, как Конев и Гордов, Жуков и Чуйков, Еременко и Георгий Захаров раздавали зуботычины и били по лицу своих собственных офицеров налево и направо. Мы уже определяли Красную армию как феодальную, в которой бесправными были не только солдаты, но и большинство офицеров, которым любой генерал мог набить морду. В такой армии воевать нашему русскому человеку было гораздо труднее, чем мы можем себе сегодня представить. 9 августа в Большом зале Ленинградской филармонии состоялось первое исполнение Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича. Премьера исполнения симфонии в блокадном городе транслировалась через радиоустановки на фронт. Затем и Седьмая симфония, и композитор представляли сражающуюся с нацизмом страну в Америке. Интересно, что в Холодную войну к Седьмой симфонии в США относились настороженно, считая, что она прославляет Сталина. Затем один остроумный американский музыкальный критик написал, что Седьмая симфония направлена как против Гитлера, так и против Сталина. В Америке снова начали исполнять Седьмую симфонию Шостаковича. Дмитрий Дмитриевич Шостакович, конечно, не нуждается в подобном оправдании и никак не годится ни в правозвестники демократии, ни в трубадуры тоталитаризма. Седьмая симфония Седьмая симфония Седьмая симфония